Донские армейцы разгромили гостей из Пятигорска. Счет встречи 3-0. Порадуемся за ростовскую команду в следующем сюжете. Да, да, у нас был настрой, но ни в коем никакого шапка закидательства не было. Там в преддверии как бы выиграли две игры, мы тщательно посмотрели, проанализировали игру Машука. Поэтому была и с начала игры установка, чтобы атаковать, прессинговать, обознать, что мы дома. Но ни в коем случае не было такого, знаете, шапка закидательства, две игры выиграли, давайте побежали. Нет, нет. Оставшись в десятером Машук прессингует, однако Малов на месте. До серьезных эпизодов в первом тайме больше не дошло. После перерыва с голевыми моментами хозяева затягивать не стали. Бирюков с авторствой, с защитником гостей 2-0. Спустя минуту Машук за грубую игру и вовсе доигрывает в девятером. Кво остается довести счет до разгромного. Задачей справляется Бирюков. 66-я минута 3-0. Молодцы, что ребята выиграли. Поэтому это очень важная победа, очень важная. У нас впереди будет промежуток 8 дней. Я думаю, мы там еще подготовимся, усилимся, чуть физическое состояние подтянем, тактически поработаем. Я думаю, с каждой игрой должны прибавлять. Три победы подряд позволяют СКВО возглавить турнирную таблицу. А следующую встречу донские армейцы проведут 30 июля в Крымске с местным витязем. Проверка боевых способностей и силы, но главное уважение и светлая память. В Южной столице прошел всероссийский турнир по комплексному единоборству на Кубок Героя России генерал-полковника Геннадия Трошева. За звание сильнейших боролись сотрудники силовых ведомств и структур. В этом году донской турнир стал юбилейным, пятым по счету. Кому достался Кубок Трошева, расскажем в следующем сюжете. 70 лучших борются за звание сильнейших. Кубок генерал-полковника Геннадия Трошева – турнир традиционный. Почтить память Героя России собираются уже в пятый раз. Воспоминания о нем только хорошие. Офицеры – человек с большой буквы. И, конечно, мы должны помнить о таких людях, потому что это, наверное, тот стержень России, который позволяет нашей многонациональной и огромной такой стране быть единым целым. Показывают силу тела и духа не просто спортсмены. Соревнуются военные, сотрудники силовых ведомств и структур. Синтез тайского бокса, борьбы кикбоксинга и самбо, комплексное единоборство, вид жесткий, а порой вернее любого оружия. Класс спортсмена очень высокий, значит, с разных видов единоборств, не только там самбо, дзюдо, бокс, значит, восточное единоборство. Здесь объединились многие виды спорта. Одолеть противника в своих поединках и не подвести команду. На турнире памяти Трошева два зачета. Первенство личное и командное. Восемь весовых категорий от 60 килограммов и до супертяжей. Участники в основном представляют Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ. Но есть у нас представители из Ямала. Здесь из видов как ударной, так и борцовской степени выбраны наибольные эффективные технические действия и элементы, которые наименее травмоопасны для участников. Бескомпромиссная борьба и желание стать первым. В итоге лучше всех с задачей справилась команда МВД Дагестана. Вторыми стали борцы СКРК МВД. А бронза у спортсменов из Южного военного округа. Проигравшие не расстраиваются. Возможность взять реванш предоставится уже в следующем году. Такими были новости сегодня. Завтра день новый, а значит и новые победы впереди. В студии была Майя Лыкова. Любите спорт и всегда оставайтесь с нами. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова